Приветствую вас. Начнём с того, что сразу вас успокою. Да, это лечится. Это лечится хотя бы потому, что вы не больны. То есть болезни у вас нет. По крайней мере, психологи не те люди, которые найдут у вас какое-либо заболевание. Психологи не те люди, которые могут устанавливать диагнозы. Поэтому я бы сказал, что то, что вы описываете, более чем поддаётся коррекции. То, что вы описываете, более чем можно скорректировать и более чем можно, значит, с этим можно работать в общем. Это первое, что я хочу сказать. Второе заключается в том, что вы, как мне кажется, слишком много, слишком много внимания. Уделяете, знаете, такой истории, как, например, оценка того, что вы делаете. Такой истории, как, ну, думаете. То есть вы слишком много, вот, слишком много у вас эмоциональной такой работы происходит. Вот. Хотя, есть вещи, о которых, ну, думать о которых вам, в общем-то, ну, не нужно даже. Вот. Просто потому, что это, ну, условно говоря, не ваша прерогатива. Вот. То есть здесь вот ещё один очень важный момент, да, то есть вот это вот рамки, вот то, что вы, ну, то, что вы говорите, да, про рамки, вот это всё. Вот. Это эмоциональная такая, эмоциональное ограничение, то есть вы себя ограничиваете. Вот. И правда заключается в том, правда именно, правда заключается в том, что никакого обоснования этим ограничением нет и, в общем-то, быть не может, быть не может, в принципе. Вот. Вот. Это такая история. Дальше, значит, ну, помимо, помимо того, что вы себя оцениваете, вот, я так полагаю, что речь идёт об обязательном разговоре, об обязательном диалоге с вашими, ну, клиентами. Я, честно говоря, не думаю, что вы обязаны, вот именно обязаны с клиентами разговаривать со своими. То есть вы можете это делать, конечно, но вы не обязаны. То есть это очень важный момент, я надеюсь, что вы обратите на него внимание. Вы приходите на работу. А? Вы приходите на работу. Работу. А не общаться. Вы занимаетесь с клиентами делом. Понимаете? Это очень важный момент. Очень важно понимать это, что я занимаюсь с клиентами, да, я занимаюсь с клиентами именно делом. Вот. Понимаете, какая штука, какая штука, какой момент. И разговоры, разговоры, всевозможные разговоры, это вообще-то, вообще говоря, как бы, ну, к делу не относится абсолютно. Вот. Поэтому вы занимаетесь работой, вы чувствуете, что вы должны поддерживать разговор. Пускай и, там, непринуждённо и о пустяках, но всё равно вы считаете, что вы должны. Вот это вот, это вас сильнее всего и напрягает, вот. Но правда заключается в том, что вы не должны. Вот откуда у вас эта позиция, что я должна разговаривать с клиентами, да, вот. Вот это вот. И нужно выяснять от этой позиции. Вас нужно освободить, потому что она вам ничего, кроме искусственного ограничения и напряжения, собственно, не несёт. Вот. То есть, это нормально, что с некоторыми людьми, да, там, ну, разговоры не получаются, допустим. Вот. Это нормально, что с некоторыми людьми разговоры не клеятся. Вот. Вы не должны это делать. Вы занимаетесь работой своей. Вот. То есть, это опять, ещё раз повторяю, это дожествование. Вот. И у, соответственно, любого, у любого дожествования есть свои причины. Вот. А что касается, что касается разговоров с друзьями и того, что узкий круг, значит, ну, круг ваших знакомых, он сложается. Смотрите. Я, конечно, не знаю всех тонкостей, да, и могу ошибаться. Вот. Просто, ну, просто в силу того, что вы предоставили себе достаточно мало информации. Вот. Я могу ошибаться, конечно. Но мне думается, что вы назначили отдаляться именно из-за доминирования родительской, оценивающей, долженствующей, долженствующей позиции. Вот. По отношению, в частности, по отношению к людям. Ну, вот, по отношению к людям, которые, допустим, вас окружают. Вот. Именно поэтому у вас идёт такое отстранение, отдаление от людей, с которыми вы общаетесь. То есть, больше общих тем, больше общих интересов, ваших интересов. То есть, общение строится на общем, ну, на общем чем-то. Понимаете? Вот. И, соответственно, тут тонкость, здесь, она именно в этом. Чтобы этого общего, между вами и людьми, да, стало больше. Далее. Значит, здесь я интроверст. Пишите. Вы, судя по результатам тестирования, проведены во время обучения. Но, опять же, в самой интроверстии ничего плохого нет. То есть, вы такая, какая вы есть. Если вы интроверт, то это ваш тип личности, и кто-то интроверт, кто-то экстраверт, да. То есть, тут, как бы, это всё в пределах нормы. Я не думаю, что это клеймо. Дальше. Значит, из примерно 40 человек, проходящих тест, я оказался единственным интровертом. Ну, во-первых, почему вы столь слепо доверяете тестам, как вас было в празднике, это первое. Второе. Значит, я не думаю, что вы оказались единственным, потому что люди могли, во-первых, тест знать, ну, отвечать специально на какие-то вопросы, отвечать специально, ну, определенным каким-то образом. Таким образом, чтобы, ну, чтобы заранее, заведомо, да, выглядеть как-то по-другому. Это не факт, что эти люди отвечали честно на вопросы, которые у них были. Вот. Второе. Так, это было второе. И последнее. Как вы относитесь к тому, что вот вы оказались единственным? Ну, вы оказались единственным интровертом. И, собственно, что дальше? В чём проблема? Сейчас я работаю с клиентами в салоне красоты, мне приходится общаться с пятью-десяти клиентами в день. А почему вам приходится общаться? То есть, общаться можно по делам и по рабочим вопросам. Но почему вам приходится общаться просто? На загадке. Бывают разговоры, чего бывают не очень, не очень, но я заметил, что комфортно ощущаю себя с теми, кто сам охотно идёт на контакт и ещё является постоянным клиентом. Ну, в свете всего вышесказанного, да, вот в свете того, что я сказал ранее вам, мне история видится так, что вам комфортно с общительными людьми, потому что они помогают вам реализовать свою, как вы думаете, миссию. Вот у вас есть миссия, например, да, условно говоря, развлекать людей. Это именно развлечение. И считается, что вы там должны развлекать людей. Ну, просто вот развлекать вы должны. Вот. И... Вам комфортно именно потому, что с людьми общительными это получается. То есть, получается выполнять свою функцию, получается выполнять свою миссию, получается это сделать. А бывает, что не получается, и из-за этого вам не комфортно. То есть, вопрос стоит именно в постановке миссии. То есть, миссия, не знаю, угодить всем. Миссия, не знаю, сделать людям хорошо. Ну, как-то так. Вот. Далее. Эм... Так. С новыми или с теми, кто не особо рассказывает, что мне сложно самостоятельно начать разговор, не знаю о чем, но зачем? Вот. Какая мотивация, для чего? То есть, может быть, вы подскажете, для чего разговаривать с клиентами вообще? Вот. Не всегда интересно, не тактично, как я считаю, говорить на многие темы, кроме погоды. Да, кто вы такая, чтобы оценивать за другого человека, что тактично, а что нет. То есть, как бы... Почему? То есть, не тактично, а обсуждать то, что касается напрямую человека. Но есть очень много вещей, которые не касаются напрямую людей. Это раз. И два. Еще раз. Я не очень понимаю мотивацию. Зачем вам общаться с этими людьми? То есть, для чего вам общаться с этими людьми? Вот это непонятно абсолютно. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. Дальше. Я так чувствую и сама от этих рамок страдаю. Ну, а кто вам рамки установил? Установил. Родители. Что сделали в данном случае родители? Взяли вам свою позицию. Что случилось с вашей позицией? Свою позицию вы, получается, подавили. Ну, под натиском родителей. Все, как бы. Понимаю, что необходимо выстраивать... Вот, опять, необходимо выстраивать непринутивный диалог. С кем? С клиентами? Нет, мне не необходимо. Мои рамки мне мешают. Не рамки мне мешают. Ваши установки, где-то, вы говорите, что я считаю не тактично. Давайте поговорим об этом. Почему вы считаете не тактичным? Вот говорить о, там, допустим, ну, каких-то вещах. Ну, ну, там, ну, неважно, каких, да, вот просто. Почему вы считаете говорить об этом не тактично? Вот я бы хотел, значит, чтобы вы этот момент, значит, прояснили для нас. Вот. То есть, это вот вообще, вообще, вообще не ясно, на что вы опираетесь. На что именно, вот, вы опираетесь, говоря, что, там, ну, что, что-то не тактично. То есть, не тактично, это когда человек, в силу того, что он, например, ну, вот он не знает вас, да, он думает, что вы его как-то, ну, как-то вы его задели. Вот это не тактично. Это я с вами согласен. Это очень не тактично, это неправильно, это вообще недопустимо. Вот. Ну, а вы же говорите о темах каких-то. Я так полагаю, так полагаю, речь идет, в частности, там, о, допустим, ну, в примере, там, о политике, да, каких-то событиях в мире, там, еще о чем-то. Почему это не тактично? Для меня, вот, если есть сейчас загадка. То есть, просто, вот, сами, постарайтесь, вот, критическому мышлению, критическому мышлению, да, повергнуть то, что, то, на что вы опираетесь. Грубо говоря. Вот и все. Это первое, ну, и второе, о чем я уже неоднократно вам сказал. То, что я не понимаю, почему нужно, вот, с клиентами, которые приходят на конкретные услуги, да, ну, в данном случае, это услуга салона красоты. Вот, я не понимаю, значит, почему вы должны их развлекать. Вот. То есть, вот, для меня этот момент, он не ясен. То есть, такое ощущение, что вы себя, сами, вот, вот, ну, подвергли, знаете, какой-то такой, ну, пытки, да, и, как бы, и все. Дальше, эээ, так, значит, эээ, влияет и на клиентов, наверное, и на мое настроение, очевидно. Ну, опять же, и на клиентов влияет, эээ, я не знаю, что влияет на клиентов, если вы хорошо, эээ, выполняете свою работу. А, если честно. Но, то, что на ваше настроение влияет, да, это, это, сто процентов, ээ, вообще, это, эээ, однозначно, что на ваше настроение влияет, но, эээ, влияет только потому, на мой взгляд, что вы, эээ, вот, опять же, эээ, ну, как бы, считаете, вот, вы считаете, что, ээээ, ну, что, что должны, должны, должны. Вот, эээ, как бы, эээ, почему должны, вы, вот, как-то не объясняете. То есть, просто, вот, должна и все тут, вот, может быть, вы, опять же, ээээ, сравниваете себя, с, эээ, ну, эээ, с другими людьми, кто общается, там, корректно, кто общается непринужденно, может быть, вы видите, смотрите на этих людей, думаете, вот, эээ, я тоже, эээ, так, например, хотела бы, вот, эээ, может быть, эээ, история заключается в том, что после теста вы, эээ, хотите, эээ, доказать, доказать хотите себе, что, ээээ, ну, что вы можете, эээ, общаться с людьми, вот, но мотивация ваша, эээ, налаживать такое вот, ээээ, панибратское, панибратское, да, общение оживленное с клиентами, особенно, если вы не психолог, ну, для меня загадка, это честно, зачем вы это, зачем вы это хотите сделать, тем более, что у людей нет мотивации с вами, с вами общаться, вот, эээ, примерно в 15 лет начала замечать появляющийся пропуск в общении между мной и другими людьми, и, ну, опять же, эээ, тут момент какой, да, эээ, момент такой, эээ, что за люди, то есть, какие люди, о каких людях, эээ, конкретно, вообще, вот, эээ, речь идёт, вот, потому что, ну, вот так, вот так, это, м-м-м, мягко говоря, непонятно, о каких, о каких именно идёт, эээ, речь о людях, понимаете, вот, потому что, эээ, если это ваши сверстники, это одно дело, если это ваши родители были, да, то это другая история, вот, ну, мне кажется, что нужно рассмотреть. Ох, 15 лет это подростковый возраст, соответственно, и потрясения в подростковом возрасте вполне чисты, эээ, так что здесь нужно, опять же, исследовать, смотреть, эээ, вот, ээээ, что с вами, собственно, происходило, эээ, тогда, вот, в то время, эээ, 15 лет, ээээ, и, собственно, ну, собственно, ээээ, почему вы отдалились, как вот вы говорите, от других людей, да, что между, между ими и вами появились, появилась пропасть. Эээ, дальше, эээ, так, хотя в детстве была застенчивая, но открытая с немногими близкими, которые к нам очень давно, эээ, застенчивость, это у нас что? То есть, стыд, то есть, оценка, это подавление своих чувств, эээ, своего импульса. Вот, эээ, значит, соответственно, и со стыдом, и с эээ, оценками, то есть, ну, вот, с тем, что я не должна, да, я не должна, а так нужно работать, вот. Вот, а я уверен, я уверен, что, если вы будете приспочиваться к своим чувствам, если вы позволите себе чувствовать, если вы позволите себе выражать свои эмоции, то ситуация будет гораздо лучше, вот. Если вы потренируетесь это сделать, ну, то есть, просто, вот, как навык будет, да, то, в общем-то, мне кажется, что ситуацию можно разрешить, но откладывать назад, то есть, откладывать на потом это я бы не стал, 34 года нужно, нужно начинать. Так, эээ, дальше, ээ, немногими близкими. Эээ, ну, может быть, вот, с немногими близкими, да, может быть, эээ, у вас, ну, может быть, вы опасаетесь людей, то есть, может быть, вы боитесь близости, просто не знаете, что вам делать с этой близостью, то есть, не умеете, не умеете сближаться с людьми, на это указывает то, что у вас 24 года, и что у мужчины у вас, по сути-то, и нет, как я понял. Вот, точно, и очень возможно, что именно близкие отношения выстраивать вы тоже не можете. Вот, если, если вы на самом деле не можете выстраивать близкие отношения с людьми, если это правда так, да, то я полагаю, что речь идет о личных границах, эээ, ну, ваших, о ваших личных границах, нет, речь идет, вот, об умении говорить нет, о готовых паттернах поведения в определенных ситуациях, вот, ну, может быть, еще о ограничении ответственности, да, то есть, вот, где моя ответственность, где ответственность другого человека, от, ну, от, эээ, не понимать, эээ, таких, таких вещей, такого рода вещей, точнее, тоже могут быть сложности, то есть, к сожалению. А, дальше, мне 34 года, мой круг общения постоянно заметно отсутствует, по моим наблюдениям, с годами становится меньше, почти отсутствует, а просто жалости общения с интересными умными людьми. Ну, вот, эээ, здесь, по сути дела, эээ, идет у нас, эээ, перенос, эээ, здесь у нас идет перенос, смотрите, эээ, вы говорите, что я жажду общения с эээ умными людьми, вот, эээ, интересными и умными людьми, людьми, почему? эээ, потому что вам хочется, естественно, хочется, эээ видеть себя такой, то есть, вы хотите себя видеть умные и интересные, поэтому вам хочется общаться с интересными и умными людьми. Но, парадокс в том, что, если вы будете общаться с интересными, как вы говорите, и умными, как вы говорите, только из-за того, что эти люди интересные и умные, то ничего хорошего из этого не получится. Потому что людям, интересным и умным, неинтересно общение с вами, если оно не имеет предмета. Предмет общения априори делает интересной и умной вас, потому что интересен любой человек, который чем-то интересуется, который чем-то занимается и который куда-то двигается, значит вам нужно стать интересной в первую очередь самой себе. То есть, чтобы у вас были интересы, ну по факту, такие вот здравые интересы, чтобы эти интересы прямо вот, ну, чтобы они были живые, то есть, чтобы вы чувствовали их. Вот, после разговоров о еде или бытовых моментах, сама себе не нравлюсь. Ко мне потом газ, я деградирую, трачу время пустую. Но здесь в том момент того, что вы опять оцениваете, здесь идет опять же отсутствие интереса, да. То есть, вы говорите, разговоры о еде и бытовых моментах, супер. Так сделайте так, чтобы у вас были еще другие интересы, помимо еды и бытовых моментов. Но вы не работаете в салоне красоты. То есть, салон красоты, это, в принципе, не та история, которая позволяет человеку развиваться. Ну, то есть, я как бы ничего против, не имею вашего, вашего роля деятельности, да. Вы, ради бога, не подумайте ничего плохого, вот, про меня. То есть, я ничего плохого вообще не имею, ничего против. Вот, не имею ничего против. Но, просто пытаюсь, вот, донести до вас эту мысль, что вы работаете в салоне красоты. Салон красоты, это такая история, которая достаточно сильно ограничивает человека в его, ну, как бы, в его развитии. То есть, это не та история, где можно, там, какие-то, ну, какие-то вещи новые, да, для себя постигать и так далее. Вот, потому что, ну, салон красоты, салон красоты, это место, да, куда люди приходят, чтобы, ну, чтобы внешне, чтобы, о внешности своей, условно говоря, позаботиться, да, и всё, как бы. Так, как можно ожидать от этого, да, от, ну, вот, от того, что вы работаете в салоне красоты, и от самого салона красоты, как можно ожидать от него, что он даст вам какое-то развитие. То есть, за развитием вам, ну, вам явно нужно куда-то ещё, не в, ну, в другое место, вот. То есть, опять же, я говорю, что я не имею ничего против того, что вы занимаетесь, да, но если вы хотите развиваться, то, помимо салона красоты, вам нужно, ну, вам нужно, что-то ещё, ещё, это, это совершенно однозначно. Вот. Ну, и то, что вы себя оцениваете, это, конечно, очень, очень сильно вас, как бы, ну, сбивает с толку, вот, очень сильно мешает вам это, прям чувствуется, ну, чувствуется, как, вот, как это, как это давит на вас. Вот. На мой взгляд, по крайней мере, на мой взгляд, это очень, ну, это очень очевидно. Вот. Что касается друзей из прошлого, то, опять же, нужно что-то общее, понимаете, без общего невозможно. Как может быть что-то общее, если вы работаете, например, в, ну, в салоне красоты, да, вот, а все ваши друзья работают там, ну, где-то в другом месте. Вот. Как научиться быстро идти на контакт? Просто говорить о том, что вам интересно и не ставить себе рамки, чтобы освободиться от рамок. Вот. И опять же, вопрос, для чего? Какова цель быстро идти на контакт? Как пробудить интерес к общению с твоими близкими и друзьями и своими друзьями с просьбами? То есть, с ними у меня номер зашло на нет. Ну, непонятно, чей именно интерес вы хотите пробудить, свой или их? Вот. То есть, я не очень понял, честно говоря, чей интерес вы хотите пробуждать. Я вот этот момент, вообще, как-то он не до меня прошел. Вот. Но если их интерес, именно их интерес вы хотите пробудить, чтобы людям было с вами интересно общаться, то нужно что-то общее, нужно что-то общее именно, вот, ну, общее между вами. Вот. И здесь придется поступиться с такой оценивающей частью вашего, ну, вашей личности, оценивающей частью, у которой вам все работают, вопросом готовы ли вы меняться. На этом все. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо.